Правительство Севастополя пытается перекрыть проезд к рынку на площади 50-летия СССР. В 6.30 утра 2 февраля единственный действующий путь был прегражден опалубкой, готовый для заливки бетона. По словам очевидцев, спустя два часа на площади появились трое рабочих с бетономешалкой. Но сотрудники рынка вышли на улицу, чтобы предотвратить появление еще одной преграды для проезда. Во-первых, так как если они считают, чтобы площадь эту закрыть для людей, для детей, чтобы здесь дети отдыхали и бегали, это, во-первых, опасно для детей. Ребенок будет бежать, может там плохая хорошая мать не уследит, но все равно он может пробежать здесь, споткнуться, удариться, да убиться в конце концов. Для того, чтобы выяснить законность действий рабочих, предприниматели вызвали полицию. Одного из них, прибывшие правоохранители, доставили в отделение. Вскоре прибыл еще один автомобиль. За его стеклом виден документ, подтверждающий, что машина принадлежит небезызвестному ГБУ парке и скверы. По словам предпринимателей, которые уже успели побывать на аудиенции с участковым, человек, приехавший в этом автомобиле, Макаров Антон Валерьевич, заместитель начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства правительства Севастополя, по заказу которого проводятся работы. Ни одного разрешительного документа на проводящиеся работы заказчик не предоставил. Он от нас здесь, как ребенок, бегал по площади. Потому что я к нему подходила неоднократно, просила предоставить документы. Он мне говорит, а я никто, я друг, глядя мне в глаза. Я говорю, друг, я вам одно хочу сказать, что мы здесь будем дежурить. И ночью будем дежурить, и мы не дадим залить, чтобы это понимали. Несмотря на то, что рядом детский садик, поликлиника, кинотеатр и торговый центр, парковку на площади 50-летий СССР всячески пытаются перекрыть. По словам сотрудников рынка, на протяжении года проезды к рынку блокируются постоянно. Иногда дорожными знаками, иногда бетонными полусферами. Последствия подобных действий предприниматели наблюдают практически каждый день. Так, в субботу, 2 февраля, для того, чтобы потушить загоревшиеся мусорные контейнеры, пожарным пришлось заезжать через остановку общественного транспорта. На прошлой неделе было женщине плохо. Скорая заехать не может. Вот здесь на лавочке она сидела. Вот, и они подошли, конечно, все, помощь оказали, ручную затащили на скорую и увезли в больницу. Детьми приезжают, смотрите, вот не могут элементарно пройти, пронести. Точно так же товар приносят сюда через перелазы, через забор. Кто это сделает? Никаких официальных документов нет. Предприниматели уверены, что правительство города блокирует площадь, как говорится, с дальним прицелом. Рынок функционирует, но проехать к нему нельзя ни машинам с товаром, ни спецтехники. Люди озвучивают свои версии. Как можно убрать рынок с площади? Нужно перекрыть все ходы, чтобы завтра все структуры, которые у нас есть, проверяющие, приехали и сказали, вы не можете здесь работать, потому что у вас здесь все перекрыто. И вообще, по всем документам, которые выложены на сайте правительства Севастополя, везде указано, что здесь городская парковка. Мы люди и наши семьи останутся без средств существования. На минуточку я плачу в бюджет города почти 100 тысяч налог и пенсионный фонд вместе с медстраховкой. За что я их должна платить? За то, что мне не дают работать? После визита к участковому Антон Макаров пообещал предпринимателям, что опалубку уберут в ближайшее время. Через час конструкцию погрузили на машину-манипулятор и увезли в неизвестном направлении.